Добрый день, друзья! С вами PSD Studio и я, Татьяна Чернова, хочу показать процесс создания фотоманипуляции «Свадебная». Как из обычной фотографии и нескольких исходников, можно собрать интересную картинку. Итак, приступим к работе. Я сделала примерный эскиз, что и хочу видеть в работе. Грубо вырезала пару, потому что в начале всегда собираю фон. Фотография фона сделана обычной камерой, это фотопарка. Немного притемним его в камеру RAW, вытащим тень и поправим цвет. Я наметила линию горизонта направляющей, чтобы относительно нее строить остальные объекты коллажа. Цветущий куст взят со стокового сайта, но вы также можете использовать свои фотографии. Также в камере RAW немного поправила цвет. Откроем его в фотошопе и пока скроем, чтобы он нам не мешал. Сделаем копию фонового слоя и новый раз блюрим его. Скроем черной маской и проявим кистью на дальнем плане. Новый композитный слой, снова блюр, но уже чуть большее значение. И опять проявим его уже в самых отдаленных местах. Я хочу добавить больше воздуха на задний план. Для этого я взяла текстуру облаков, размыла ее, перевела в режим Soft Light и разместила ее на дальний план. Я ищу подходящие текстуры, меняя режимы наложения, проявляя цвета и светокоррекции инструментами фотошопа. Снижаю непрозрачность, смотрю по результату, который меня устроит. Я создала блики при помощи плагина KnoL Light Factory. Для этого создается пустой слой, заливается черным цветом, переводится в режим Screen и на этом слое применяется данный плагин. У него много настроек, можно выбирать блики, какие необходимы, менять их цвет и размер. Начинаем работать с парой. В Camera Wrap притемним немного экспозицию. Уберем Highlights, вытащим тени. Повысим насыщенность, произведем цветокоррекцию. Вытащим сладки на одежде. Для этого создадим дубликат слоя и копией слоя применим эффект HDR Tonic. В настройках повысим Detail. Выделим этот слой, скопируем его и перейдем на наш рабочий документ и вставим слой с детализацией. По маске протрем на платье невесте и на костюме жениха. Если эффект окажется чрезмерным, всегда можно снизить непрозрачность этого слоя. Объединим слой с прорисовкой одежды и займемся редущей модели. Я использовала стандартные методы. Заплатку, лечащую кисть. Жениху здесь пришлось доставлять новое ухо с другого исходника. Снова возвращаюсь к фону. Произвожу его цветокоррекцию и начинаю потихоньку добавлять объема пространства. Вначале корректирующий слой кривых затемняю. Заливаю черной маской и проявляю затемнение по краям картинки, по теням, темным местам. Оставляю середину фона более светлой. Еще сильнее притемняю, корректирующий брать на сконтраст. Также заливаю черной маской и еще больше затемняю пространство. Затем на очереди осветляющая кривая, но тут уже проходим по светлым местам. Осветляем центр и там, куда падает свет. Еще корректирующий, поднимаю немного экспозицию. Опять заливаю черным и кистью еще больше высветляем самые светлые части. Возвращаюсь к модели. И начинаю проводить их цветокоррекцию и потихоньку вписывать на новый фон. Я обычно всегда делаю кожу модели теплой, используя различные методы цветокоррекции. Color Balance, Selective Color, Кривые, Camera Raw. Убираю ненужные цветовые оттенки и рефлексы и раскрашиваю заново под мою цветовую схему. Кусты и листья на переднем плане. Располагаю кусты, произвожу цветокоррекцию и ретушь. В данном случае я немного прорисовала свет сверху на листьях и цветах. Отрисовала их светотени. На пустом слое в режиме Soft Light моих кистью темного, почти черного цвета. Затемнило внизу по теневым местам, а светлые почти белые по светлым. Обязательно нужно добавить падающих теней от кустов на платье невесты. Листья сверху с ними пришлось немножко повозиться, потому что они не совсем соответствовали световой схеме моего коллажа. Пришлось дорисовывать больше света на листьях и углублять тени. Волосы жениха и невесты сначала немного разглаживаю инструментом палец, чтобы убрать ненужные шумы. И затем обычной круглой кистью, варьируя жесткость, начинаю потихоньку рисовать прядки волос, выбившиеся волоски. Цвета беру пипеткой прямо с оригинала волос. Также попутно дорисовываю недостающие реснички и брови. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 И, наконец, рисую на средне-сером слое режимами кистей. Здесь я рисовала на слое в режиме оверлей, залитом 50% серым цветом. И, меняя цвета и режимы, начала рисовать. Высветляю кисточкой в режиме оверлей листочки, попадающие под лучи, светлые места. Кисти полупрозрачные, мягкие, движения плавные. Почему мы рисуем не на пустом слое, поставив слой, к примеру, в тот же оверлей или color dodge? Да потому что на пустом слое кисть рисовать не будет именно режимами кистей. Нужно, чтобы была какая-то информация по цвету на слое. Чем больше информации, тем лучше результат. Поэтому лучше рисовать на общем композитном слое. Но бывают случаи, когда, к примеру, нельзя сливать слои. Тогда на помощь приходит средне-серый слой. Рисовать можно кистями, меняя цвет кисти и режимы. Контрастные, такие как оверлей, color dodge, vivid light, для высветления и цвета. А multiply color burn darken для более темных областей. Главное, тут не переборщить и не наляпать бликов там, где не должно быть их и в помине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...